Седьмой класс, восемнадцатая серия. Решение задач. Задача первая. Спортсменов сначала построили в колонны по 7 человек, а затем перестроили по 5 человек. При этом число рядов увеличилось на 4. Сколько было спортсменов? Допустим, было х спортсменов. Когда их построили в колонны по 5 человек, то число рядов увеличилось на 4. Значит, х делить на 5 минус х делить на 7 равняется 4. Надо решить это уравнение, найти значение х. Дополнительный множитель у первой дроби 7, у второй дроби 5, а справа от знака равенства дополнительный множитель 35. 2х – это 140, х равен 70. Значит, было 70 спортсменов. Поезд за 30 секунд проходит мимо столба. Это значит, всю свою длину он проходит за 30 секунд. За 2 минуты он проходит мост длиной 1 км. При этом он проходит не только 1 км, но еще и всю свою длину. Потому что до тех пор, пока вагоны находятся на мосту, поезд идет по мосту. За какое время он проходит 1 км? Это 2 минуты минус 30 секунд. То есть за 1,5 минуты или за 90 секунд он проходит 1 км. Секунды можно перевести в часы. И скорость поезда – 40 км в час. Задача третья. Площадь квадрата на 5 квадратных сантиметров меньше площади прямоугольника. Длина прямоугольника на 5 сантиметров больше, а ширина на 2 сантиметра меньше стороны квадрата. Найдите периметр квадрата. Длину стороны квадрата обозначим за х. Площадь квадрата х в квадрате. У прямоугольника длина на 5 больше, а ширина на 2 меньше. Значит, площадь прямоугольника х плюс 5 надо умножить на х минус 2. Значение разности площадей 5 квадратных сантиметров. Решая это уравнение, находим значение х. Х равен 5. Надо найти периметр. Периметр суммы длин всех сторон. 4 раза по 5 – 20 сантиметров. Периметр квадрата. Задача четвёртая. Какое число надо записать вместо вопросительного знака? Так, следует обратить внимание на первую и вторую строку. Два ромба и круг – это 50. Значит, здесь тоже будет 50. Значит, можно сказать, что ромб – это 10. Итак, там, где ромб, можно записать 10. Ромб обозначает число 10. 3 ромба – это 3 раза по 10. Значит, круг – это 30. Вот, и в сумме 60. Так, теперь давайте третью строку рассмотрим. Ромб – 10. Круг – 30. 10 до 30 – это 40. Значит, надо вычесть 40, и тогда получится 0. Значит, квадрат – это 40. Так, здесь будет 40. 40 надо умножить на 30, получится 1200, и разделить на 10. 1200, если разделить на 10, будет 120. Ответ – 120. Задача пятая. В пустые клетки надо записать числа от 1 до 9 включительно, так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом выделенном квадрате 3 на 3 числа не повторялись. Ну, давайте начнем с записи. Давайте рассмотрим вот этот квадрат 3 на 3. Какое число можно записать сразу в этом квадрате? Ну, например, можно записать четверку. Потому что в левом столбце четверка уже есть, здесь писать нельзя четверку. Во втором столбце четверка уже есть, значит, здесь и здесь нельзя. В верхней строке есть четверка, значит, здесь тоже нельзя. Остается только одна клетка, где может находиться четверка. Значит, здесь ее и записываем. Можно еще одну четверку записать. Вот если рассмотреть этот квадрат. В этом столбце есть четверка. Значит, здесь и здесь нельзя. В этом тоже есть четверка. Здесь нельзя. В этой строке есть четверка. Значит, здесь тоже нельзя. Остается только одна пустая клетка. Значит, 4 будет здесь. Вот так разгадываются такие головоломки. Чем меньше остается пустых клеток, тем легче разгадывать. Субтитры создавал DimaTorzok